Мы очень хорошо отслеживаем ситуацию там с мобилизацией, да, есть люди, которых они в качестве наказания отправляют туда насильно, и в принципе они обречены. В основном он набор делает из людей, которые проживают на постсоветском пространстве, это русскоговорящие, это ваши же власти, по-моему, соответствующие структуры, это подтвердили не одиннажды, что вот в этих так называемых кадыровских батальонах Ахмат или Ахмат Сила, там несколько чеченцев, если есть, это хорошо. А сейчас он, видимо, публично уже заявил о том, что план они перевыполнили, и, видимо, он решил дальше уже не набирать вот этих так называемых мобилизованных, или уже их неоткуда набирать, а что он завершил и выполнил свои планы. Поэтому, я думаю, что ничего нового он не сказал. Ахмед Халилович, как вы оцениваете турне президента Зеленского во встрече с президентами, премьерами, и, безусловно, что важна эта встреча Зеленского и Байдена, и как вы считаете, удастся ли республиканцам с демократами договориться относительно их внутренних проблем, чтобы все-таки до конца этого года под Рождество нам был такой рождественский подарок в виде 61 миллиарда долларов военной и финансовой помощи от Соединенных Штатов Америки? Даша, мое мнение, что нам, в принципе, ни журналистам, ни тем, кто сегодня очень сильно педалирует на этот момент, что вот именно до рождественских праздников необходимо решить этот вопрос, мне кажется, этого не стоит делать. Самое главное, главное это то, что этот вопрос будет решен, безусловно. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. А когда он будет решен до рождественских праздников или после рождественских праздников, мне кажется, это не принципиально. Главное, что они этот вопрос решат, и у меня в этом нету никаких сомнений. И решат они этот вопрос, Даша, не из-за жалости к украинцам или же кому-либо. И решат они этот вопрос, потому что это в их интересах. Это, в принципе, те инвестиции, которые они выделяют на помощь Украине, не единожды. И сам Байден подчеркивал это, и министр обороны подчеркивал, и, в принципе, и украинская сторона это подчеркивает, и президент Зеленский об этом говорил, что это инвестиции внутрь Соединенных Штатов, это дополнительные рабочие места, эти деньги и средства никуда не уходят. Но тем самым они решают две основные задачи. Это то, что Украину они поддерживают, и у них появляются дополнительные рабочие места уже у себя в стране. Поэтому у меня нет сомнений, это их интересах, а свои интересы блюсти Соединенные Штаты Америки имеют, умеют, да, и они это делают. Поэтому, мне кажется, это слишком раздутая история с тем, что вот там идет конфронтация, и, возможно, Соединенные Штаты откажутся поддерживать Украину. Абсолютно не соответствует действительности, этого не произойдет ни при каких обстоятельствах. Но пока есть украинцы, которые хотят и будут продолжать бороться за свою свободу, независимость и за свои территории, мир их будет поддерживать. Я хочу просто здесь сейчас напомнить один случай. Когда в 2014 год Дзижинский, доктор Дзижинский, вы знаете, это очень известный политолог был, человек, который занимал очень серьезные позиции. Когда в Крыму развязались эти ситуации, он говорил, публично говорил, украинцы, вы должны драться, если вы не будете драться, никто за вас это не сделает. И вот именно поэтому сейчас Америка устами Дзижинского озвучила официальную позицию тогда. И сегодня и они видят, и мир видит, что украинцы дерутся и будут драться. И поэтому просто нет шанса не помогать украинцам, потому что они сегодня защищают не только свою свободу, независимость или будущее своих детей. Они определяют будущее всей нашей планеты, каким образом будет выстроена новая стратегия безопасности, глобальной безопасности. А это означает, будет выстроена только когда не станет Российской империей. И вот все направлено в это. И поэтому даже нельзя сейчас уменьшать роль Украины вот в этой глобальной войне, которая сегодня идет. Ахмед Валидович, Первый канал показал вопросы, которые отправляют Путину, отправили уже на прямую линию. Когда закончится война, когда мобилизованных отпустят, почему 300 тысяч человек должны служить за всю страну, когда начнутся переговоры, когда мобилизованных отпустят. Все эти вопросы, их задали уже россияне на прямой линии 14 декабря. Более того, как вы считаете, имеет ли вот этот потенциал жены мобилизованных, протестный, какие-то социальные взрывы в будущем? Может ли быть эти социальные взрывы в будущем или этот потенциал протестный будет купирован российской властью? Там никакого протестного потенциала, к большому сожалению, нет. И мы не должны обманываться по поводу этого. Какие бы там эксцессы ни начинались, или какие-то призывы к чему-то ни начались, они не будут иметь своего развития. Для того, чтобы оно имело серьезное развитие, и власти к ним прислушивались, и изменили свою политику или свою позицию по тем или другим вопросам, для этого должно быть гражданское общество. Чего нет в России. И тем более, вот зародише, то, что зарождалось еще в 90-е годы, оно было уничтожено началом первой русско-чеченской войны в 94-м году, когда на виду у всех и всего мира, и в первую очередь у той страны, которая до этого времени считались нами братскими народами, и мы жили в одной стране якобы. И когда разрушали город Грозный, вот с этого времени началось уничтожение вот этих зародышей формирования гражданского общества России. И поэтому сегодня рассчитывать после той зачистки, которую они провели в России, особенно последние 30 лет по установлению вертикали власти, на это рассчитывать не приходится. Нужно понимать, я знаю, может быть, я уже надоел своими русско относительно, что все решается на линии фронта. И почему, когда я говорю, или когда мы говорим о том, что важно и необходимо, чтобы Украину поддерживали в военном отношении, вот это единственное, что может изменить ход событий и существующие реалии. Вот только это. Другого, к большому сожалению, нет. Эти же матери, эти же женщины, которые вылезли, они же разбегутся. Или им раздадут по машине или по шубке, как им до этого делали, да? Или же просто им объяснят, что их мобилизованные, если они еще раз куда-то вылезут, вообще могут не вернуться. А так у них есть шанс остаться в живых, когда это все закончится. И поэтому ничего такого там не произойдет. Поэтому я абсолютно не рассчитываю на какие-либо какие-то изменения, связанные вот с этими протестными акциями мобилизованных жен. Жен мобилизованных. Ахмед Халидович, хотела бы у вас уточнить на самом деле ключевой вопрос следующий. Wall Street Journal, политика и другие авторитетные издания написали, что следующий 24-й год будет годом не наступления вооруженности Украины, а годом стратегической обороны. То есть, цитируя аналитиков, Украина не сможет наступать в следующем, в 24-м году. Следующее наступление, возможно, в 25-м году. Судя по этим заявлениям, не означает ли это, что Запад не предоставит нам достаточного оружия для наступления в следующем году, что война затянется, и затяжная война выгодна Путину? Что скажете? Так, никакие прогнозы относительно войны я не верю, потому что прогнозировать и предсказать что-либо, когда идет война, это невозможно. Это уже определяет сама ситуация, время и просто, наверное, все вышли. Потому что я прошел две войны, и я знаю, что такое война. И поэтому не все даже идет так, как планирует штаб, или генеральный штаб, или главный штаб. Ситуация может измениться в любую минуту. А теперь конкретно на ваш вопрос. Не означает ли это, что не будет вооружения, помощи? Нет, я не думаю, что это означает, потому что, как мы прежде сказали, сами эти европейские страны и Соединенные Штаты Америки заинтересованы. Но нужно понимать одно. Дело в том, что с контрнаступлением, украинское контрнаступление, которое в прошлом году ожидали, объявляли, декларировали, были слишком завышены ожидания от этих моментов. Вот чего, мне кажется, нельзя было делать, и это была ошибка. Это не только украинских военных, это просто весь мир, помню вот события, как освобождался Хирсон и другие моменты. Такая победная эйфория, она немного затмила разум. И все почему-то решили, что вот все это вот сейчас и закончится в результате этого контрнаступления. Если вы помните, я говорил, Даша, что у России очень серьезный потенциал. И он не иссяк, и они не готовы были таким образом, чтобы война закончилась. И сейчас нужно понимать одно. Вот при тех потерях, которые понесла Россия в результате этой войны, этих двух лет, нужно понимать, что они сегодня стали намного опаснее, чем 24 февраля 2022 года. Потому что никто вот такую войну в мире еще не вел, которая ведет сегодня Украина. Это совершенно новая война. И никто ничего в этой войне подсказать не может, потому что ему не на что опираться. В истории мировых войн такой войны не было. Вот с такими технологическими развитиями и с теми новшествами, которые имеются, или с теми возможностями, которые имеются у обеих сторон противоборствующих. Поэтому нужно понимать, что Россия, она далеко еще не ослабла. Она, наоборот, стала сегодня намного опаснее. Потому что сегодня уже ей незачем оглядываться ни на Запад, ни на Восток, никуда. Они сейчас пытаются сформировать из стран-изгоев коалицию, которая будет их поддерживать. И отчасти им это удается. Но вот почему это допускают, допустим, Соединенные Штаты Америки, в этом еще есть вопрос. Или заинтересованность в том, чтобы как можно больше втягивать Россию и затянуть этот конфликт с тем, чтобы Россия окончательно выдохла. А относительно той версии, что долгая война, она выгодна Путину, категорически с этим не согласен. Каждый день продолжения войны это бьет и по эмиджу, и по экономике, и по будущему этой страны. Каждый день, который ведется в Украине, вот в этой войне. И поэтому он, конечно, Путин заинтересован в том, чтобы и почему. Параллельно при всем этом они постоянно говорят о необходимости перемирия. Вот и потенциал, человеческий ресурс, и экономический ресурс, как бы ни складывалось, да, они используют вот эту так называемую коалицию по таможенному союзу, вот эти 3-4 государства, которые подписали, они очень во многом обходили санкции. И им этому помогали вот именно те страны, которые вошли. И я думаю, что сегодня уже и Европейский союз, и Соединенные Штаты Америки, они уже обратили внимание на это, и почему таким должным образом эти санкции не работают. А основная причина находилась именно в том, что им помогали обходить эти санкции. Если ужесточат санкции, и если будет продолжено сопротивление, в том же ключе, который мы сегодня наблюдаем, к большому сожалению, да, это потери, это очень страшно, это очень плохо, что каждый день гибнут не только военные, но самое главное, гибнут гражданское население Украины. Ну, это цена за будущее, это цена свободы, просто так ничего не дается. Вы знаете, за вопрос у них сегодня, на самом деле, большие проблемы и сложности с мобилизацией, с нехваткой человеческих ресурсов. Вот в течение второй военной кампании Путину удалось через Чеченскую войну, или через войну в Чечне, провести полтора миллиона путем ротации. Они проводили каждые три месяца, полгода они проводили ротацию. У них был очень серьезный опыт в этом, накоплен именно в войне. Но вот здесь у них что-то не сработало, видимо, ввиду того, что очень многие люди выехали за пределы России, или очень многие пытаются уйти от призывов, от мобилизации. И в связи с этим у них возникли проблемы, и это очевидно. Поэтому вот эта проблема, она с каждым днем будет усиливаться. И вот то, что сегодня и падение рубля, и нехватка, и повышение цен на продукты, это все связано не только с санкциями, но в первую очередь это связано с войной. Потому что он отвлекает основным рабочих и люди, которые занимались каким-то производством, они сегодня находятся где-то в окопах или где-то отбывают что-то. И поэтому у них экономика серьезная, серьезные проблемы. Но это не означает, что мы должны, находясь в какой-то победной эйфории прошлого или позапрошлого года, не делать то, что мы должны. А то, что мы должны делать, это мы должны настраиваться, что, да, эта война может быть надолго, может не так скоро закончиться, как нам этого хотелось. Но сегодня заинтересованность тех, кто сегодня поддерживает Украину, она выше, чем мы считаем. Потому что они все понимают, что сегодня победа России над Украиной, это будет катастрофа для всего европейского континента. И, естественно, это коснется тогда и западных стран. Ахмед Халидович, Россия потеряла 87% от общего количества сухопутных войск и две трети танков, которые она имела до начала вторжения в Украину, сообщает CNN. Такие данные взяты с рассекреченной оценки разведки США. По оценкам разведки из 360 тысяч военных, которые вторглись в Украину, Россия потеряла на поле боя 315 тысяч, из 360 – 315. Из 3,5 тысяч танков потеряно 2 200. Также было уничтожено 4 400 из 13 600 БТР, что составляет 32% потерь. По состоянию на конец ноября Россия потеряла более четверти своих запасов, техники, сухопутных войск, которые существовали до вторжения. Вот эти цифры, которые только что я озвучила, насколько они важны для России, насколько они релевантны и как они повлияют на Россию, потому что вот последняя информация, Путин уже мобилизует еще плюс 170 тысяч оккупантов. То есть это ощутимые цифры потерь или нет, как вы считаете? Для нормальной страны, конечно, это ощутимые цифры, это катастрофа для нормальной страны, для правового государства. Но нужно понимать, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело не с государством, мы имеем дело с корпорациями, которые сегодня как бы из которых и состоит так называемая Российская Федерация. Она не состоит из субъектов Федерации, как это было прописано в договоре федеративном. Она состоит из вот этих мощных корпораций, у которых есть свои интересы. И естественно, вот где-то что-то теряет, кто там же приобретает. То есть у этих корпораций появились колоссальные возможности как можно больше и больше зарабатывать деньги. И это для них сегодня важнее. И вот это то, на чем держалась вот эта так называемая Федерация, это структура, государственная структура, которую мир воспринимает как государство, а на самом деле оно не является государством. И когда аналитики, политики или же какие-то делают прогнозы, исходя из каких-то логических вещей, которые должны быть в государстве, они и есть заблуждение, они и ошибочны, потому что это не то государство, которое мир привык знать и знает по сегодняшний день. Это совершенно что-то другое. И поэтому нужно понимать, что вот этого арсенала ресурсов в складах, вот эти так называемые боеприпасы, снаряды. Я опять-таки возвращаюсь к Чечне и к чеченскому вопросу. Был такой генерал Казанцев, который возглавлял командование в Вторую русско-чеченскую войну. И когда он разговаривал с Даренко, это они стояли, наблюдали, и как бомбят город Грозный. И Даренко ему задают, это же вот у нас, он там хотел, это конвертировать в деньги, вот эти снаряды и все, что он думал. Каждый день он там смотрит на часы, каждая секунда вылетает, и там столько-то миллионов или столько-то рублей. И Казанцев ему говорит, Сергей, вот этого хлама, который нужно утилизировать, у нас миллионный тонн, и поэтому нам же это лучше использовать здесь, чем потом делать расходы для утилизации. Вот для американцев, для любой другой страны, это потери, о которых они говорят. А для русских, это избавление от ненужного, и при этом они это используют, убивая людей по назначению. Поэтому на Россию это никак не скажется. Да, они сегодня восстанавливают военную промышленность, они пытаются это все восстановить. Вот насколько, вот для чего Путина и нужно перемирие и переговоры. Им нужно сегодня просто возобновить те потери, которые у них имеются. Но это не означает, что они отказались от изначально заявленной своей идеи демицификации, демилитаризации Украины. Поэтому, если вы обратили внимание, Песков постоянно подчеркивает, они говорят о необходимости переговоров, о своей готовности переговоров, и тут же говорят, что изначально цели и задачи, поставленные перед ОСВО, они должны будут быть выполнены. То есть нам просто недвусмысленно заявляют, что да, нам нужен перерыв, но не остановка войны. И мир сегодня не должен ни в коем образом оказывать давление на Украину. Если речь идет о прекращении войны, то нужно говорить о выводе российских войск с оккупированных территорий. И только на эту тему возможны сегодня переговоры. Если даже такое случится, нужно понимать, что это будет опять-таки большая ошибка, и это будет просто отложенная война. Если даже сегодня они просто выведут свои войска к своим границам к 1991 году, и освободят Украину от общепризнанных границ, вернее, будет деоккупирована, это не означает, что эта война закончилась. Я сто процентов уверен, если Россия сохранится в тех границах, и просто будет возвращено к статусу КВО, что война повторится через пять или через десять лет. Ахмед Халидович, вот в завершении нашего сегодняшнего стрима, нашей программы 11 декабря была годовщина первой Чеченской войны. И я очень бы хотела, чтобы мы с вами это обсудили. 11 декабря 1994, 31 августа 1996. Давайте вспомним об этом, и мне важны ваши слова, конечно же. Просто нужно вам, украинцам, нужно помнить всегда, что мы, чеченцы, чуть более миллиона населения, 16-17 тысяч квадратных километров, мы были оставлены один на один вот с этим монстром, который вы сегодня воюете. Чеченский народ, несмотря на все те провокации, которые в течение трех лет русские проводили, в едином порыве выступили против этого монстра, и мы отчасти просто вынудили их покинуть нашу страну. Хотя мы понесли колоссальные потери. Мы понесли колоссальные потери в тот период и в ту войну, потому что по численности, в процентном отношении, конечно, никакие потери и жертвы, они не идут в сравнение, я не пытаюсь сравнивать. Любая жертва, любая жертва в этой войне, она заслуживает уважения, и нету никаких, никакие какие-то сравнения, 20 или один человек это не ведет. И один человек, это большая трагедия. И поэтому мы понесли очень большие потери. И мы были оставлены один на один. Но наступил 31 августа. И вы знаете, Всевышний нас просто отблагодарил весь чеченский народ вот этим 31 августа, когда он нам дал свободу. И мы вынудили. И я уверен в том, что у украинцев, да, у вас сейчас идет 31, 11 декабря у вас идет война, но и вы должны знать, что будет и 31 августа. И украинский народ сполна почувствует заслуженно вкус победы вот над этим монстром. И тогда все человечество будет праздновать. Нашу победу никто не праздновал, потому что наша победа, она всем показалась вызовом маленького государства, вызовом всему международному сообществу. Потому что мы на самом деле это не понимали тогда. Когда мы победили Россию вот в эти годы, мы развеяли миф непобедимости великих держав. А как выяснилось потом, все эти великие державы имели свои проблемы, схожие с Чечней. И, конечно, мы вдохновили вот своей победой и своим сопротивлением и другие народы на то, чтобы они боролись. Но и в то же время мы подали, или русские подали очень плохой, наказав нас, они усыпили те возможности и желания других народов на Кавказе или самой России бороться за свободу и независимость. Именно потому, что чеченцев предало международное сообщество. Сегодня ситуация изменилась. И украинцы должны понимать, что весь мир сегодня на их стороне. Правда на их стороне. И вы обязательно, мы все вместе обязательно победим в этой войне. Я в это верю и я призываю всех верить в это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова